В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней. Каким-то образом, что в настоящее время выясняет следствие, 13-летняя девочка оказалась на заброшенной стройке в Октябрьском районе, где именно в тот момент случилось обрушение перекрытия. В ходе следствия установлено, что 29 июня в вечернее время в 10-этажном строящемся доме по улице Кирпичный переулок 1А произошло обрушение перекрытия между пятым и шестым этажами, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка. На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного управления. Проведены первоначальные следственные действия, допрошенные очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается. Несколькими днями ранее, 18 июня, на перегоне станции «Сеятель-Берцк» западно-сибирской железной дороги, электропоезд травмировал двух девочек 2007 года рождения. Одна скончалась от полученных травм на месте происшествия, вторая – в Берской центральной горбольнице. Их родители уверены, сообщают интернет-СМИ, что трагедии можно было избежать, если бы в месте происшествия на железной дороге был мост или пешеходный переход. В настоящее время они собирают подписи на портале change.org с призывом обезопасить этот участок пути. По поводу этих трагических происшествий возникают вопросы. Почему в обоих случаях подростки оказывались там, где им, по крайней мере, без взрослых находиться уж точно не надо было? С другой стороны, почему стройплощадка, как и железная дорога, были не огорожены и имели свободный доступ? Или в Новосибирске некому держать такие вопросы на контроле? Кто-то должен ответить. Впрочем, как и в следующем случае. 30 июня в Ленинском районе Новосибирска в Горском микрорайоне около часа ночи произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на последнем этаже 14-этажного жилого дома. В результате пожара на балконе огнем повреждены утеплитель и автомобильные покрышки. На общей площади 2 квадратных метра, сообщает в МЧС. Система оповещения и дымоудаления в доме сработала. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 28 человек. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются. Но, вероятнее всего, возгорание произошло из-за фейерверка, запущенного не по правилам. Фаер-шоу, устроенное добрыми соседями, могло привести к более тяжелым последствиям. Окажись на балконе не покрышки, а, к примеру, канистры с бензином. Продолжение следует...